Здравствуйте, дорогие ребята! Наши онлайн-уроки продолжаются. Сегодня 24 апреля и урок литературы. Тема урока – идейно-художественное своеобразие сказки были Михаила Михайловича Пришлина «Кладовая солнца». Для работы нам на уроке понадобятся ваши учебники, ваши тетради. Итак, начинаем нашу работу. Сегодня мы с вами будем говорить об идейно-художественных особенностях сказки были, о характере главных и второсепенных героев. Пронаблюдаем, как использует Пришлин для создания нового жанра сказки были традиции народных сказок. Эпиграф нашего урока – «Все прекрасное на земле от солнца, а все хорошее от человека», – так говорил Михаил Михайлович Пришлин. Начнем урок со словарной работы. Откройте тетради, запишите. Первое слово – символ. Это условный знак какого-то понятия, явления, идеи. Ребята, хочу обратить ваше внимание на то, какой смысл и значение придает Пришлин слову «солнце». Он говорит, солнце – это не только жизнь, но и время. Каждый прожитый героями день уходит в вечность. Солнце олицетворяет вечность. Люди связаны неразрывно с прошлым, с будущим, с общими вечными человеческими ценностями, с жизненным опытом отцов. И еще одно слово – прототип. Это реальное лицо, как источник для создания художественного образа героя. Ребята, вы продолжите словарную работу, вернувшись потом к этому кадру. А мы знакомимся с историей создания сказки «Былик, лодовая солнца». В 1945 году Министерством просвещения был объявлен конкурс на лучшую книгу для детей. Ребята, смотрите, только закончилась война, а правительство уже думало о том, что для детей должны быть написаны хорошие книги. Прешин принимает в нем участие, и победу в Великой Отечественной войне встречает новым произведением «Кладовая солнца», которое было написано всего за месяц. Оно насыщено впечатлениями от усольской природы и жизни писателя среди нее. «Кладовая солнца» получила первую премию и была напечатана в июльском номере журнала «Октябрь». Давайте познакомимся с прототипами главных героев. Это ребята обыкновенные дети, которые жили в усолье. Они тоже сироты, звали их Соня и Боря Александровы. Вот о них-то и хотел написать Прешин свою сказку «Быль». А прототипом образа старика Антипыча был старый лесник Антипыч, который тоже жил недалеко от усолья. Это старый лесник, который прожил долгую жизнь. Он очень умный и мудрый, и свои жизненные знания он стремится передать людям. Люди относились к старику с уважением, прислушиваясь к его мудрым советам. Лесник жил в сторожке со своей собакой травкой. У него часто гостили охотники, с интересом слушая его загадочные истории о жизни. Старик прожил более 80 лет. Здесь, ребята, посмотрите, есть картина художника Бруни. Она называется «Антипыч и травка». В системе образов героев произведения важное место занимает образ автора. Давайте, ребята, подумаем, каким видит окружающий мир Пришвин, каким человеком предстает он перед нами. И мы с вами убеждаемся, что он с любовью наблюдает за природой. Она для него живая. В ее жизни он видит знакомые проявления человеческой жизни, человеческого сердца. Мы с вами, ребята, уже говорили о том, что Пришвин сам определил жанр своего произведения. Он его назвал «Сказка-быль». Сказочное и реальное. Что же реально в кладовой солнце? Во-первых, это место действия. Да, действительно, есть такое усолье. Время действия. Период Великой Отечественной войны. Как и многие дети во время войны, метраж и Настя осиротели. И очень много в сказке были обычных бытовых сценок. Это и поиски клюквы, и ссора детей, и счастливое возвращение домой с добычей. Давайте теперь вспомним, какие мы с вами знаем сказки. Волшебные сказки. Сказки о животных. Бытовые сказки. Восточные сказки. Мы с вами сейчас посмотрим, как Пришвин продолжает традиции русской народной сказки в своем произведении. Первое. Его героями являются брат и сестра. Как и в народных сказках. Например, сестрица Аленушка и братец Иванушка. Гуси-лебеди. Мы с вами знаем, что в сказках братец и сестрица очень любят друг друга, дружат. Точно такие же отношения у нас и у Насти, и у метраши. Но с братом и сестрой в сказках часто случается беда. То же самое происходит и у Пришвина. И мы с вами знаем, что в ссоре виноваты оба, и Настя, и метраша. И здесь нельзя не вспомнить о том, что в сказке часто встречаются всевозможные запреты. Помните, сестрица Аленушка просит братца Иванушку не пить воды из козлиного копытца. А братец Иванушка ослушался и стал козленком. Или мы с вами знаем, что сестрица должна была смотреть за своим братцем. А то гуси-лебеди могли унести его. Так и произошло в сказке. А вот у Пришвина запрет какой? Нельзя ходить в слепую елань. Это опасное место. Об этом говорили детям их родители и все взрослые люди. Но запрет нарушен. Смотрим, какие еще традиции русской народной сказки встречаются у Пришвина. Дети отправились в лес за клюквой. Клюкву они хотят насобирать не только для себя, но и еще для детей, которых привезли из блокадного Ленинграда. Обычно сказочные герои отправляются за какими-то сокровищами. Или за какими-то волшебными вещами. Например, за младенными яблоками. А здесь получается обыкновенная ягода. Но она по-своему является сокровищем, потому что это очень полезная, ценная ягода. Теперь посмотрим, где произошла ссора между Настей и Митрашей. Какой сказочный мотив можно увидеть здесь? Вспомните в сказке, говорится, налево пойдешь, богатым станешь. Прямо пойдешь, голову сложишь. Направо пойдешь, к невесту найдешь. Настя и Митраша поссорились на развилке двух троп. Перед ними было две тропинки. Одна широкая, проторенная. По ней уже ходили люди. А вторая узенькая, слабенькая. По ней еще никто не ходил, но она была более короткая. И каждый из них выбрал свою дорогу. То есть они сделали свой выбор. Ребята, что-то сказочное есть и в Антипыче. Он напоминает нам сказочного героя. Он выступает как помощник, как мудрый человек, знающий тайны, секреты. Он-то и открыл главную тайну детям. И он выступает как хранитель тайны жизни. Продолжаем анализировать традиции русской народной сказки в произведении Пришлина. Сказочные герои часто проходят через какие-то испытания, побеждают трудности и даже часто рискуют жизнью. То же самое происходит и у Пришлина. А в сказке на помощь главным героям приходит всегда какой-то помощник. Таким помощником у Пришлина стала собака Травка. Она спасла Мудмитрашу из болота, а Насте помогла вспомнить, что у нее весь брат и что она старшая и должна о нем заботиться. Травка, ребята, такая же сильная, верная, как и сказочные помощники в русской сказке. Сказочным является произведение «Описание природы». Пришлин говорил, природа – это великий храм. Когда дети дружны, то и в природе все гармонично. Начинается прекрасное утро, солнце всходит, тетерев-казач поет свою прекрасную песню, но только между детьми наступает разлад, все меняется в природе. «Черная стрелка пересекла солнце». Ворон догоняет тетерева и вырывает у него из хвоста перо. А перед этим Пришлин рассказывает историю сосны и ели, которые выросли в одном месте и всю жизнь борются за воду, за свет, за питание. И Пришлин хочет сказать, что между детьми сейчас наступит ссора. Пришлин в своем произведении переводит язык птиц, язык растений. То есть мы с вами встречаемся с художественным приемом, который называется «Олицетворение». Мы можем сделать вывод, что природа выступает как отдельный образ, который в свою очередь делится на отдельные веточки, деревья, животных, птиц. Она существует отдельно от человека, но тесно связана с ним. И эти природные явления помогают главным героям. Поэтому природа является одним из действующих лиц. Роль природы в повести, ребята, еще и важна тем, что она предваряет события и изменения, которые произойдут в жизни главных героев. Вот они отправляются в лес за ягодой. Наступает утро, но какие-то тревожные нотки звучат в описании чудесного весеннего утра. А это связано с тем, что природа как бы чувствует, что дети могут сейчас поссориться. В русских народных сказках всегда встречается сказочный предмет, волшебный предмет. Это может быть молодильное яблоко, это может быть кольцо, которое исполняет желание, это может быть волшебный клубок, который указывает дорогу. А у Пришвина тоже есть такая чудесная вещь. Об этом предмете Митраша говорил так, он вернее друга. Конечно, это компас. И в отличие от компаса, сказочный клубок ведет за собой, а по компасу мы сами выбираем дорогу. Сказочной является и авторская речь, произведение. Она нетороплива, напевна, плавно складывается словечко к словечку и подобна светлому ручьеву в сказочном мире. Теперь давайте поговорим про главных героев – Настя и Митраша. В начале произведения Пуш Пришвин все время говорит, какие это были дружные, умненькие дети. Поэтому в деревне любили Митрашу и Настю. Они относились друг к другу бережно, с любовью. Настя, как старшая, опекала Митрашу. А Митраша старался во всем слушаться свою старшую сестру. Хотя родителей уже не было в жизни детей, их присутствие постоянно ощущалось. Чем это можно доказать? Да, конечно, тем, что Настя делала все, как ее мать, а Митраша поступал, как отец. Когда дети начинают собираться за клюквой, они уже плохо слушают друг друга, потому что Настя озабочена, что она должна взять в лес, а Митраша хочет собраться так, как это делал их отец. Ребята идут в поход за клюквой, чтобы принести ее и дать ее ленинградским детям. А теперь давайте посмотрим на поведение Насти и Митраши. Настя идет по общей тропе и забывает о браке, особенно когда она находит Палестинку. Она уже не собирает ее, она ползает, и даже лесные обитатели совсем не видят в ней человека. А Митраша перестал прислушиваться к предупреждающим голосам природы. Он уверен в том, что он идет правильной дорогой, и поэтому спокойно идет прямо к слепой елане. Когда Настя увидела гадюку на пне, она испугалась и вспомнила о своем брате, что ему может грозить какая-то опасность. А в это время Митраши уже находился в плену в болоте. Он испугался, но вспомнил, что паника может ему только помешать, и поэтому он постарался делать меньше движений, чтобы еще больше не утопать в болоте. Он положил перед собой ружье как опору и стал думать о своем спасении. И спасение пришло. Травка, которая гналась за зайцем, оказалась именно здесь. И она увидела мальчика, посмотрела ему в глаза и признала в нем его хозяина. И здесь автор назвал Митрашу большим человеком. Почему? Потому что Митраша поступил как взрослый человек. Он понял, что травка может его спасти, но для этого он должен быть очень и очень осторожен. То есть Митраша как будто бы повзрослел в этот момент. Теперь давайте поговорим об отношении автора к ребятам. Конечно, мы с вами понимаем, что автор с любовью к ним относится. Описание внешности Насти Митраши говорит об этом. Настя у него золотая корочка, а Митраша мужичок в мешочке. Он сочувствует, он беспокоится, и он хочет, чтобы Настя и Митраша поняли уроки жизни. И какие же уроки жизни мы с вами получили после знакомства с произведением Пришвина. История Насти и Митраши учит нас быть дружными, поддерживать друг друга во всем. Мы с вами теперь понимаем, что является кладовой солнца. Это игорелый пень на Палестинке, который хранит в себе солнечное тепло и делится им со всеми живыми существами. Это блудово болото с его огромными запасами горючего, торфа, доброе тепло и энергия. Это торф. И, конечно, самое главное, это душа человеческая, подлинные ценности жизни, любовь, взаимопонимание, совесть, ответственность. Вот такие уроки получили Настя и Митраши, и мы с вами. В своем произведении Пришвин поднимает важный вопрос взаимоотношений человека и природы. Здесь есть два образа животного мира. Собака-травка и волк-серый помещик. Травка является олицетворением дружбы, природы с человеком. Волк же несколько раз повествование называется врагом человека. Собака старого лесника с одного слова понимала своего хозяина. После смерти она не покинула обжитое место и жила там же. Собака привыкла охотиться с лесником и продолжала носить добычу к старушке. А в погоне за зайцем травка набрела на болото, которым увидела мальчика. Она нашла нового хозяина и с детьми пришла в деревню. А старый волк, получивший от жителей деревни кличку Серый Помещик, резал скот жителей, уничтожал собак. И Серый Помещик сумел спастись от оплавы. Услышав лои собаки, он хотел ее поймать и оказался под дулом метрашином ружья. Мальчик пристрелил волка. Повествование в сказке Были ведется от лица исследователей природных богатств. Это геологи, которым известна вся жизнь жителей деревни. Это они рассказывают историю Насти и метражи. Они переживают за судьбу детей-сирот. Именно они увидели, что дети не ночевали дома и подняли на ноги всю деревню. Теперь, ребята, посмотрим особенности языка произведения. Слова у Пришлина цветут, сверкают, они то шелестят, как травы, то бормочут, как родники. Пришлин о клюкве сказал «рассыпалась яркими бусинами». Мы с вами знаем, что это изобразительное средство метафора. В произведении встречается эпитет, например, осыпучая ягода. Мы с вами живо представляем эту удивительную целебную ягоду. Здесь у нас встречается, ребята, сравнение «красная, как кровь, ягода». И, наконец, ягода прячется в болотной кочке. Это, конечно, олицетворение. Красота природы, ее богатый мир раскрывается при помощи гиперболы, клюква, величиною с орех. Только, ребята, описание одной ягоды, а сколько выразительных средств использовал Пришлин для создания образа. Вспоминаем, ребята, композицию. Завязка – это событие, которое определяет возникновение конфликта литературного произведения. Развитие действия, система событий, вытекающих из завязки. Кульминация моментно- и высшего напряжения сюжета. Развязка, окончание. Завязкой, ребята, является решение Насте и Митраши отправиться за клюквой в тайгу. Развитие действия – это их поход, затем ссора, разлад. Они идут каждый по своей тропе. Митраша попадает в болото, а Настя теряет человеческий облик, собирая ягоду. Кульминация – это момент наивысшего напряжения, когда травка спасает Митрашу, а Настя вспоминает о своем брате. И, наконец, в окончании, в развязке мы с вами видим, как Настя и Митраша возвращаются в деревню с добычей, а потом жители узнают о том, что Митраша убил серого помещика. Настя всю собранную ягоду отдала ленинградским детям. Теперь давайте поговорим о символах. Символом является скрещенные деревья. Они соперничают между собой, как Настя и Митраша. Они выросли вместе, но разобщены и не помогают, а утверждаются за счет другого. И смысл притчи в том, что люди должны помогать друг другу, поддерживать друг друга. Есть еще такой символ – тетерев-косач. Он олицетворяет красоту природы, умиротворение, облако и солнце. Природа предвещает недоброе. Стрелка синяя, холодная, пересекла собою пополам восходящее солнце. И между детьми наступает ссора. Лежачий камень, как в сказке, это отправная точка перед бедой. Дети выбирают каждый свой путь. Змея – символ человеческой жадности. Увидев змею, Настя признала в ней себя. Серый помещик здесь символ зла. И, наконец, костер, возле которого дети греются и готовят себе пищу – символ тепла, единства. Между ними снова наступило взаимопонимание, дружба и любовь. Произведение имело сначала несколько названий «Друг человека», «Брат и сестра», «Блудово болото». Но Пришлин выбрал другое название «Кладовое солнце». В чем же смысл названия? Оно вмещает в себя жизнь природы и жизнь человеческую со всеми ее радостями и печалями, страданиями, открытиями, утратами, обретениями. Оно обращает наше внимание не на сюжетную линию, а на глубинный смысл произведения. Ведь «Кладовая» – это хранилище чего-то, а солнце – мать всего живого, а значит и жизни. Какова же основная мысль? Пришлин хочет донести до нас, что человек и природа должны оставаться единым целым. Надо беречь природу, учиться у нее. Она и есть та самая «Кладовая», и мы должны научиться использовать ее богатство разумно. Ребята, посмотрим на эту схему. «Кладовое солнце» – это и природные запасы, и сокровища человеческой души. Природные запасы – это запасы торфа, а сокровища человеческой души – это трудолюбие, доброта, щедрость, преданность и дружба, знание природы и любовь к ней. Об этом говорит Пришлин, и этому он учит нас, своих читателей. Пришлин не случайно назвал свое произведение сказкой. Сходство с ней обнаруживается и в сюжете, и в художественных образах, и в присутствии чудесных предметов, волшебных тайн, и в участии природы во всех событиях, и, конечно, в особом складе авторской речи. Послушайте, ребята, слова Пришлина. Он обращается к вам. «Мои молодые друзья, мы хозяева нашей природы, и для нас она кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять. Их надо открывать и показывать. Рыбе вода, птице воздух, зверю лес, степь, горы, а человеку нужна родина. И охранять природу значит охранять родину. Лучше и не скажешь. Сегодня на уроке мы с вами, ребята, рассмотрели художественные особенности сказки были кладовая солнца, проанализировали традиции русской народной сказки в этом произведении и ваше домашнее задание. Мы с вами готовимся к работе над произведением конь с розовой гривой. Вы должны прочитать рассказ страницы учебника 64-80 и составить письменный план. Спасибо за работу на уроке. Я прощаюсь с вами до следующей нашей встречи. Всего вам хорошего. Будьте здоровы! здоровы!